Чемпионка и рекордсменка Европы по спортивной ходьбе среди юниоров Анна Зубкова свои первые шаги сделала три года назад, когда училась в 10-м классе. Говорит, тогда и не думала, что спустя всего год сможет с легкостью проходить длинные дистанции. Теперь она каждую неделю ходит по 200 километров, а в подобных соревнованиях к финишу приходит одно из первых. Холодно, но это как бы погода для ходока, поэтому я думаю, будет все хорошо, погодка для меня отличная. Будет чемпионат мира в Минске, собираюсь отобраться на него, конечно. Ну и, конечно, очень огромные планы на Олимпиаду взрослую уже, которая будет проходить в Токио 2020. Вот, это, конечно, самое главное, это отбор на Олимпиаду. Традиционно эти соревнования являются самыми массовыми в таком виде олимпийской легкоатлетической дисциплины, как спортивная ходьба. На старт вышли и совсем юные атлеты, которые только начали заниматься этим видом спорта, так и матерые профессионалы, члены сборных команд, призеры национальных первенств, победители международных стартов. С учетом специфического сезона, который затянулся, и наши сейчас легкоатлеты сражаются на всемирном первенстве в Катаре, этот старт тоже является промежуточным для просмотра ближайшего резерва, который в ближайшие годы пополнит составы национальных команд и достойно будет представлять наш регион и свои страны на крупных, самых значимых стартах. Дистанции подобраны в зависимости от уровня подготовки и возраста спортсменов. Кто-то по центральным улицам города шел один километр, кто-то двадцать. Самой юной участнице международных состязаний едва исполнилось семь лет, самому взрослому ходоку под семьдесят. Спортивная ходьба – это спорт для всех. Особенно важно, что на старт все чаще выходят совсем юные атлеты. Чтобы дети не ходили по дворотням, не сидели, не курили, не пили, а занимались спортом. Стабилизирует человека, наоборот, его сосредотачивает на учебе, на конкретном деле, на любимом деле в его жизни. И никогда он не помешает знаниям или учебе. Одно из новшеств состязаний – чипы электронного хронометража. Устройство для фиксации времени и идентификации атлета существенно облегчает организацию соревнований. Больше нет необходимости считать, сколько кругов пробежал спортсмен, не нужен и секундомер. У каждого участника размещен чип электронного хронометража, радиометка, который фиксирует время прохождения контрольных точек. Затем все данные приходят в сервер, и каждый участник после финиша может оперативно увидеть всю статистику на каждом круге, чтобы внести коррективы в свои тренировочные планы. Дистанции на 20, 10, 5, 3, 2 и 1 километр преодолевали как ходуны из региона Беларуси, так и спортсмены из Литвы и Польши. 5 километров быстрее всех за 21 минуту 34 секунды прошел житель города Щучино Дмитрий Шмидт. И это далеко не первая его победа. Ждать отлично. Хотелось бы, конечно, быстрее. Спасибо треням за подготовку. Впечатления хорошие. Трасса, правда, но не очень-то бордюры. А так, в общем, отлично. Понравилось. Уже выступаю здесь три года, третий год. В этот же день на центральных улицах города прошел и легкоатлетический пробег Гродно-Рун, где участвовать мог любой желающий. Традиционно среди почетных гостей и участников состязаний можно было встретить также коллег и друзей Петра Починчука, которые много лет назад вместе с прославленным на весь мир земляком развивали в Гродно спортивную ходьбу. Алла Мачко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.